Доброе утро, дорогие друзья! В психологии и психотерапии есть достаточно много направлений и методов. И в этом многообразии легко заблудиться и определить, какой метод подходит тебе больше, а какой меньше. И это только ваше дело, дело каждого человека выбирать свой метод и своего психотерапевта. Поэтому мы приглашаем в студию представителей разных направлений и разных психологов и психотерапевтов. И сегодня у нас с вами очередная встреча с очень интересным человеком, который будет сегодня представлять такой метод, как, сейчас скажу точно, как это называется, ориентированное на решение краткосрочной психотерапии, коротко ОРКТ. Итак, мы встречаем в студии Айрата Шарафуддинова, педагога-психолога, ориентированного на решение и нарративного практика. Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте. Ну, давайте с самого начала. Расскажите, пожалуйста, об этом методе, немножечко об его истории, немножечко о его судьбе. Ну, так как мы говорим про два метода, да, это ориентированное на решение краткосрочной терапии и нарративная практика, ну, длинная она называется нарративная практика и работа с сообществами. А оба подхода относятся к коллаборативным, объясню сейчас, то есть это сотрудничающие с клиентом, оба подхода относятся к постмодернистским подходам, то есть это новые совершенно, где-то ОРКТ 40 лет развивается, нарративная практика может быть чуть больше 30. сети, они оба очень интересные, мне кажется, и сегодня я постараюсь об этом рассказать. Да, вы действительно сказали, существует огромное количество, да, где-то по каким-то подсчетам более 500 видов терапии, психотерапии, и они все, так или иначе, их можно как-то вот свести к какой-то, такой, как это называется? Какому-то делению, какой-то дифференциации? Ну да, их можно как-то дифференцировать по тому, какая теория проблемы или теория изменений лежит в основе. Да, ну все хорошо известны, это психоаналитическая концепция с их вот этой вот гидравлической такой метафорой, да, что есть какие-то уровни сознания и есть бессознательные, и что-то проваливается в это бессознательное, оттуда влияет время, от времени всплывая или каким-то образом проявляясь, то есть давят на сознание в виде каких-то проявлений, и из этого вытекают, из этой объясняющей модели, а это модель, то есть никто не пробовал найти это бессознательное или сознание, как оно выглядит, это вот не как этот стол, который можно потрогать, да, это объясняющая модель, на которой построено все остальное, то есть все техники, они как-то потекают из того, во что мы верим, или как мы пытаемся объяснить работу психики и как формируются проблемы, соответственно, на основе этого знания строится, как их решать, но есть, кроме психоаналитических, да, и параллельно развивалась поведенческая, да, вначале вот с Павлова, с опытами над собаками и прочего, да, где нет понятия бессознательного, нет понятия там другое, то есть они и своя какая-то стимулы реакции, между ними какие-то когнитивные действия или еще что-то, да, и проблема находится уже не в каком-то бессознательном человека, а скорее в вот этой цепочке от стимула к реакции что-то происходит в сознании, как-то человек оценивает какие-то вещи и принимает то или иное решение, то есть проблема немножко логиколизована как бы в другом месте в когнитивных процессах. Дальше больше, есть системная семейная терапия, где вообще проблема вынесена вовне из человека в коммуникацию между членами системы, ну, грубо говоря, семьи. То есть проблема возникает не в человеке, а в том, как коммуницируют разные члены этой системы, да, и это всего лишь три. На самом деле таких моделей есть больше. Вот. ОРКТ – это еще один метод, который тоже интересен именно тем, что там нет определяющей теории возникновения проблемы, и там вообще с проблемой обходится достаточно своеобразно. Если говорить вот про боевые искусства, там есть какие-то традиционные, ну, допустим, китайские какой-нибудь шалиньцуань или там багуацуань, да, которые строятся на каких-то очень философских основах, да, о представлении том, как устроено мироздание, вселенная и какую часть занимает в этом всем человек. А есть такие современные синтетические какие-то боевые системы, допустим, как израильская кровмага, да, которые развивались именно для того, чтобы просто защитить себя в какой-то опасной ситуации, и там нет такой глубинной какой-то философии, и это не предназначено для того, чтобы развивать там всю жизнь, да. Это минимальное количество там каких-то занятий, минимальное количество техник, которые эффективны, в отличие там от тех, где там какие-нибудь эффектные, красивые, в гармонии, да. А здесь вот скорее, чтобы защитить свою жизнь и достоинство, там, не знаю, на лестничной площадке или там в подворе. То есть унитарная практическая система. Вот, да, действительно. И у РКТ, оно развивалось именно так. Команда, которая ее развивала, они отошли от теоретических моделей, они смотрели наоборот. Их задача была сделать психотерапию максимально простой, но эффективной. И они скорее смотрели, что можно убрать, что мешает вот этому, да, и придумывали какие-то свои новые заходы. То есть, поэтому это скорее вот такая какая-то модель, если сравнивать, как решить ситуацию сейчас, которая человека тревожит, потому что он, возможно, не заинтересован в том, чтобы годы тратить на личностный рост и какое-то вот постижение гармонии с природой, если как в боевых искусствах. Вот у РКТ это такой достаточно прагматичный подход. Эта система ведь не российского происхождения. Да, у РКТ возникла в Америке в середине 80-х, формировалась где-то до 90-х. И сейчас представлена, она тоже постоянно эволюционирует. То есть, есть разные уже модели. В основном она развивается так в Америке и в Северной Европе. Ну, сразу поясню, чем меня именно привлек ваш метод, да? Когда вы нам рассказывали, читали лекции об этом методе, он привлек внимание именно своим быстродействующим эффектом, который может наступить в результате проработки вот какой-то конкретной проблемы с участием самого клиента, причем с его непосредственным участием, да? Вот суть этого метода, расскажите, вот с точки зрения его преимущества перед долгосрочной терапией. Понятно, что речь идет не о замене одного другим, да? Мы говорим только лишь о выборе конкретного какого-то человека. Но, тем не менее, особенности вот этого подхода, они прям вот есть. И они прям вот... Хотелось бы их услышать конкретно. Хорошо, попробую вкратце. В основном не тратят достаточно длительное время, как в классических психоаналитических или прочих подходах, на исследование проблемы. Не ищут причины возникновения, где она возникала, каким образом, да? А скорее в УРКТ там есть идея, что да, в любой терапии через это проходит, что вначале исследуют, но потом стоит вопрос, а что же дальше? Что хочет клиент? Ну, рано или поздно к этому придется прийти. Потому что просто исследование, почему я там провалился в люк, меня не помогает вытащить из люка, да? Оно помогает какие-то собрать вещи. Но в УРКТ подходит с позиции, а что человек изначально хочет вместо этого, в результате вот этой вот встречи, работы или обращения. И в фокусе держится именно предпочитаемое какое-то предпочитаемое будущее, которое хочет человек, и к нему двигается. То есть как бы экономится время на рассмотрение причин возникновения проблем. А скорее фокус в будущее. И когда у нас есть картина того, чего хочет человек в действительности, начинается какой-то поиск в настоящем моментов из этой картины, там же, так же в прошлом, что как-то подтверждает. То есть это подход, как и нарративная практика, он ориентирован на сильные стороны человека, на то, что уже есть. Это все восходит к Милтону Эриксону, потому что он изначально такая фигура, которая повлияла на развитие краткосрочной терапии своими работами. И там вот скорее клиент, он эксперт. Есть вот эта вот идея в обоих подходах. То, что не мы, анализируя клиента, экспертно говорим, что там будет правильно у нас в этих подходах, нет вот этого предзнания, что как ему жить, да? А скорее мы опираемся всегда на слова клиента, на его историю, на его опыт, потому что он знает, какая у него проблема лучше нас. Сколько бы он нам не рассказывал про нее, мы все равно не станем экспертом в его проблеме. Он знает, чего он хочет, ну или, по крайней мере, он может понять, да? А не мы им говорим, чего ему надо хотеть, а он знает. И тут рождается вот именно вот этот момент коллаборации, то есть сотрудничества совместного труда по поиску решения или продвижения, улучшения жизни. Он и помогает человеку, но лишь тем, что он правильно задает какие-то вопросы или там как-то актуализирует какие-то моменты в самом человеке. Сейчас он все больше мейнстрим, потому что, видите, идеи, в том числе ОРКТ, такой метод, который очень много сейчас его растащили, именно техник, и можно найти во многих местах, то есть это тоже стало как-то таким общим пониманием. Но для своего времени они были достаточно такие радикальные настроенные, и идеи, которые они осмысливали, не всегда принимались. Ну, с учетом того, что все-таки общество более-менее знакомо, ну, те, кто вообще более-менее знает, что такое психотерапия, и знакомы с психоаналитическим подходом. Да, он более распиаренный. Ну, много лет уже существует и так далее, да. Ваш подход, он действительно революционный, ну, тот, про который вы говорите. И он хорош еще тем, на мой взгляд, что все-таки он отвечает скорости современного дня, да. То есть, когда человек в очень быстром темпе живет, с одной стороны, это хорошо погрузиться в психотерапию, да, вот там вот медленно, спокойно все разбирать. Но это действительно может не всем подходить. В динамичном мире динамичная психотерапия или вот такая коммуникация, как у РКТ, она может быть более востребована, да. И вот хочется как-то вот этот мейнстрим, про который вы говорите, как-то усилить, как-то расширить, да, чтобы, ну, большее количество людей понимало именно его преимущества. Первое преимущество, которое я услышала, вы про него сказали, воспринимаем, человек, участвующий в терапии, воспринимается как клиент, выступает как эксперт. Но он и является экспертом. Он и является экспертом, он знает. Мы опираемся просто на его знания, на его опыт. Да, мы опираемся на его знания. Второй какой-то, вот прямо вот так, чтобы попунктно было понятно, о чем идет речь, второй какой-то важный пункт какой? Ну, краткосрочность сама по себе, потому что, вы правильно сказали, действительно, среднее количество сессий, это исследование в Штатах, было стремится к единице. Даже так? То есть усредненное, да. Ну, и не только в России. И вы действительно правы в том плане, что на длительную психотерапию, скорее всего, заточены люди, которые уже получили этот опыт, ну, то, что называется, инфицированные этим, да, и они знают, что вот надо долго, и вот эта идея личностного роста, она совершенно не подходит большинству людей, которые хотят решать какие-то просто стоящие перед ними проблемы и идти дальше. Здесь и сейчас. Мне надо решить этот вопрос, потому что завтра у меня будет другая проблема, которую я тоже должен буду решать быстро. Да, и это вообще стояло перед психотерапией всегда. Еще Альфред Адлер, по-моему, первый пытался ускорить психоанализ, то, что он делал, а психоаналитические группы, то есть чтобы как бы не одному клиенту там годы помогать, а вот какой-то группе. Понятие, что проблему можно решить за один сеанс, за одну встречу с терапевтом, это звучит, ну, как-то вот сказочно, волшебно звучит. Да, если мы смотрим на терапию с классической точки зрения, где то, что предъявляет клиент, это всего лишь симптом, а в основе симптома лежит, значит, какая-то вытесненная, скорее всего, бессознательная, непроработанная, что-то типа травма. Эмоция травм. Или еще что-то, да, которую надо найти, и поиски могут затянуться слегка. Да, возможно, там найдется что-то. И не факт, что это единственная вещь, которая влияет на тот симптом, который проявляется. То есть, возможно, надо будет искать симптомы комплекс, каких-то вещей, которые влияют, да, и это тоже время. А здесь другая совершенно логика, то есть мы не исходим из того, что есть что-то вытесненное, мы исходим из того, что вот сейчас человек предъявляет, и это является для него проблемой. Ну и к тому же в наше время время стоит немыслимо дорого. А в этих подходах мы обращаемся к клиенту. Он знает, что у него болит, как болит, он знает, чего он хочет на самом деле, или с ним можно это найти. Но в любом случае он определяет, куда, как, как быстро, зачем и прочее. То есть мы стараемся с ним в какой-то вот такой связке, то есть мы специалисты, задавать вопросы из своей модели. Да, ценное очень замечание. Вот смотрите, вы такую хорошую метафору привели с человеком, который провалился в люк. Да? Ну вот чтобы было понятно буквально, о чем идет речь. Я человек, который провалился в люк. С точки зрения психоанализа или подобного подхода, меня будут спрашивать, что вы чувствуете сейчас, да, куда хотите, ну, что чувствуете, там, может быть, какие-то поисследовать. Ну, как вам вообще там? Как вы там оказались? Как вы там оказались? Может быть, там какие-то внутренние, вы, может быть, хотели там какие-то подземные ходы поисследовать. А может быть, и нет. А может быть, и нет. Ну, какие-то такие, да, действительно, гипотезы, видные вопросы, они будут задаваться. Что предлагает ОРКТ? Ты хочешь наружу? Ну, или куда ты хочешь сейчас? Может, тебе нормально действительно в люке посидеть? Может, ты специально туда спустился, чтобы у тебя там, что-то какая задача была? Ну, факт, какая твоя предпочитаемая история дальше? То есть что ты хочешь? Ну, если я действительно упала туда, я скажу, нет, мне нужна лестница, я хочу выйти наружу. Окей, давай искать лестницу. Где ты видишь лестницу, где ты последний раз ее оставлял? Ну, уже какие-то вопросы про ресурсы, которые у человека самого есть. Мы опираемся на его знания и обращаемся. А было ли такое, что ты падал в люке? А как ты оттуда выбирался, допустим, да? Есть ли у тебя предыдущий успешный опыт справляться? Может быть, не в люке проваливался, но что-то похожее, что мы сейчас можем использовать из твоего же опыта, чем учить тебя чему-то новому, да, использовать то, что есть, всегда проще. И это тоже ускоряет процесс. Мы не говорим так, тебе надо научиться прыгать высоко. Мы не учим его, что вот мы знаем, как надо выбираться. Мы спрашиваем, как ты бы это сделал, как ты это делал, может, как другие это делали. Ты же не в вакууме живешь, может быть, сработает даже не твой опыт. То есть то, что называется чудесным вопросом, это как раз те волшебные вопросы, ну, в буквальном, получается, в смысле слова, которые заставляют человека обращаться к своему положительному, позитивному опыту, и таким образом, ну, перестраивать свое отношение к ситуации с минуса на плюс, да, постепенно? Не только перестраивать. Вы упомянули одну из техник, чудесный вопрос. Это как раз формирование того места, предпочитаемого, где бы ты хотел вместо этого люка оказаться. И человек, описывая предпочитаемое будущее, да, он какие-то вещи проговаривает. Скорее всего, то, что он знает, ну, потому что мы редко хотим куда-то, куда, где мы не были, да, сложно описать, воображение, конечно, может там, но в критической ситуации, когда человек с проблемой, скорее всего, он не будет сильно придумывать каких-то вещей. Он будет говорить про то, что я бы хотел туда, как было раньше, или чтобы было лучше, чем сейчас. И, да, описывая какую-то картинку, он будет все-таки описывать реальные какие-то вещи. И мы дальше спрашиваем, окей, а это вот есть сейчас что-то из того, что ты описал, допустим, да? И это уже может как-то в какой-то контакт с его какими-то ресурсами и прошлыми успехами переводить. То есть чудесный вопрос – это не один вопрос, это стратегия расспрашивания. Грубо говоря, куда хочется? Туда. А как там будет? А вот так. А что там будет иначе? А вот так. А кто это заметит? А что, когда они это заметят? Для вас это будет. То есть там накачка того, куда хочется. И выстраивается некоторая такая линия, которая включает в себя и номинальную ситуацию, и ту ситуацию, куда бы человек, может, не хотел совершенно, и какая-то предпочитаемая точка. То есть получается, что там может возникнуть некоторое такое центростремительное напряжение к чему-то и от чего-то. Получается, в любом случае вы опираетесь только на позитивное подкрепление, да? Ну, возможно, возможно. Так, я просто так это не рассматривал, что мы подкрепляем. Ну да, скорее всего, мы опираемся на то, что есть. Но вы же опираетесь на положительный опыт. Ты когда-то уже делал это? То есть у тебя есть успешный опыт? Вы же сказали, что он не может вспомнить то, чего не было в его опыте, да? Тут фантазии места нет. С точки зрения ОРКТ, получается, вы всегда работаете с имеющимся положительным опытом? Ну, вообще, мы работаем с имеющимся. Вы же говорите о положительном опыте, не просто... Положительный, да, предпочитаемый. Он может быть по-разному. Подходящий, выводящий. Потому что, да, вот про позитивный и положительный... Тут игра такая, может быть, немножко языковая, да? Не совсем подходящий. Положительный, согласно, не очень подходящее слово. Позитивный, более подходящий. Да, потому что иногда он может себе представить действительно какую-то вещь, которое... Ну, какое-то будущее, которое его устраивает. Но мы будем проверять, потому что, ну, оба подхода, ОРКТ и нарративная практика, они формировались, когда сильно была, ну, сильно развивалась системная семейная терапия. И там вот этот контекст, он все-таки сохраняется, что человек не в вакууме живет, он живет в социуме. И мы проверяем вот именно вопросами про окружение, а кто это заметит, а как он отреагирует, а как вам будет, когда он отреагирует, как вы на это поведете себя. Что его желания могут не совпасть с какими-то мнениями окружающих или близких людей. И это тоже надо учитывать, потому что это вообще известная такая байка, анекдот про Карла Роджерса, что когда он работал с людьми в браке, и после его работы часто были разводы, потому что человек продвигался, но там не учитывалось, не звучало, что он не один. Да, и другой член системы мог не принимать это развитие. А здесь, так как это из логики семейной выходило, вот это циркулярное интервью, что мы в него включаем ближайшее окружение важных и значимых людей, и мы на них также опираемся в поддержке, привлечение социального какого-то контекста. Это тоже один из моментов, который помогает находить решение или справляться с трудностями. То, что ты тоже не в вакууме, вокруг тебя есть люди, которым ты важен или они важны тебе. И это тоже такой достаточно сильный терапевтический момент может иметь. Поэтому мы опираемся как-то на... Получается, мы уже сказали про экспертность клиента, мы сказали про реальную краткосрочность, и это буквально, да, краткосрочность работы, возможность очень быстро решить какие-то проблемы. Возможность сократить время на топтание в каких-то местах, может быть, не обращать внимания на то, что вторично. То есть коучинг берет из ОРКТ? Ну, коучинг, как вообще максимально прагматическая часть бизнеса и работы, она отовсюду взяла. Да, и есть как отдельно ориентированное решение коучинг, так и есть в коучинге огромное количество... Ну, не огромное количество, их не так много, на самом деле, этих техник в самом подходе, да, но есть вот эти техники базовые, которые коучинг с радостью использует, потому что они рабочие. И они помогают быстро получать. Ну, и коучинг вообще, он же тоже про это, про будущее. Чем отличается от терапии то, что там обычно приходят люди не в минусе, а в каком-то, ну, грубо говоря, более-менее просто стагнации, и надо просто следующий шаг. Если в терапии мы все-таки из минуса должны человека хотя бы в ноль, ну, или в плюс небольшой вытащить, да, а здесь уже из какого-то номинального плюса там следующая точка просто есть, еще больше плюс. И это похоже на РКТ, и поэтому для них это, ну, естественно, и легко какие-то вещи. Раз уж вы коснулись цифры, не могу не задать вопрос про ту самую шкалу замечательную, которая мне прямо зашла идеально. Я могу сказать, что я ей уже пользуюсь. Это такая прикладная штука оказалась, которую обычный человек может использовать, ну, как вам сказать, когда сталкивается с неким страхом пойти куда-то в новое место. Но мы же понимаем прекрасно, что новое, оно условно. То есть когда-то это что-то подобное в твоем опыте уже было, и ты можешь использовать что-то уже в этом направлении дел. Вот я это на себе уже попробовала. Расскажите вот об этом. Ну, шкалирующий вопрос, это тоже как бы стратегия расспрашивания. Это не буквально там один вопрос, и он работает сам по себе. Да, нет. И это как раз та техника, которую активно использует коучинг. И она вообще сейчас стала такое общее место. Есть огромное количество мемов, не имеющих к психотерапии, к психологии никакого отношения, которые там на шкале от нуля до десяти, там измерь свою занудность, 9 тысяч 897 десятых, там что-то типа того. Ну, то есть это стало тоже таким достаточно общим местом. И эта техника, где вот как раз, чуть раньше я говорил, размещается на некоторой прямой номинальная ситуация, ситуация, куда хотел бы человек, и ситуация, ну, возможно, которая не очень хотелось бы. И человек себя на ней определяет, дальше идет расспрашивание, а почему не ноль, да, почему, грубо говоря, там ты вот поставил себе там какой-то, ну, средний балл обычно, 3, допустим. Почему тройка? И здесь человек вспоминает какие-то вещи, которые помогают ему. Оказывается, я что-то делаю, оказывается, я что-то могу, оказывается, у меня есть какие-то ресурсы. Просто во время, когда человек сталкивается с проблемой, у него же вот это туннельное зрение возникает. Он отсекается от своих ресурсов, потому что он пробует в привычном ритме что-то делать, но у него не выходит. Возникает какая-то неуверенность, которая перерастает потом в личную несостоятельность, которая как раз и приводит его к специалисту. Потому что люди у них сразу идут, ну, редкие люди идут сразу к специалисту, они пытаются решить это своими какими-то способами. Ну, как раньше, допустим, если зуб разболелся, да, можно попробовать полоскать содой, можно попробовать разжевать гвоздику, положить там, можно аспирину выпить. Ну, если он продолжает болеть, можно попробовать самостоятельно выдернуть, привязав нитку, да, и там дверь кто-то откроет. Но если это все не работает, да, человек вынужден идти к стоматологу, как бы он их не боялся. То же самое с психологией. Психолог – это такой же специалист, который просто помогает в каких-то моментах, которые, в принципе, человек может сам решить. Да, и мы решаем огромное количество проблем самостоятельно в жизни. То есть психолог – это не первостепенный специалист, который нужен. Да, это скорее вот в очень узких каких-то моментах, когда нужно решить действительно. Либо вот уже когда человек настроен на какой-то личностный рост, на какую-то длительную, там, такую работу. Он может помочь создать условия, там, предложить что-то, да, но все равно будет делать клиент. Если человек не будет делать, да, если он не готов к изменениям, если он не хочет их, то, скорее всего, не помогут никакие супертехники. Одна из характеристик, ну, несколько характеристик вашего метода – гибкость, адаптивность и позитивный подход. Гибкость имеется в виду что? Гибкость имеется в виду следующее. А есть такие принципы, сформулированные одной из основательниц подхода Инсукенберг. И там он звучит так, что не чините то, что не сломано. Второй – если что-то не работает, сделайте что-то другое. И третий – если что-то работает, делайте этого больше. Вот как раз второй – если что-то не работает, то делайте что-то другое. Он скорее вот именно про гибкость. Не застревать в неработающих стратегиях. Попытки решить проблему зачастую приводят к тому, что проблема усиливается, либо ее как раз и создают. И там вот это вот, то, что вы делаете все время то же самое, и это не работает, создает проблему. Поэтому надо сделать что-то другое. То есть надо повести достаточно спонтанно и гибко себя в этой ситуации. То есть что-то начать пробовать другое. Это вот про это. То есть если не работает одно, то надо пробовать что-то еще. Ну, сейчас это, в принципе, касается любой психотерапии в том числе. И вот еще выполнение домашних заданий – это про что? Ну, вот как раз домашние задания – это наследие Милтона Эриксона и МРА. Они ставили такую вещь. То есть в процессе работы с клиентом выясняли именно вот неработающие какие-то паттерны, какие-то пробные решения, которые не приводят к решению, и давались на основе этого определенные действия, домашние задания, которые клиент или семья должны были повторить, попробовать, поэкспериментировать с ними в реальной жизни. И как раз вот там они приводили к каким-то изменениям. Сделайте что-то иначе, попробуйте какое-то другое взаимодействие, попробуйте какую-то новую для себя штуку. Возможно, это как раз будет небольшим изменением, которое за собой там потянет следующие изменения. Потому что, ну, вообще в любой терапии это фактор надежды является самым главным. То есть если человек после встречи там даже одной с психологом, со специалистом смог какое-то небольшое изменение сделать, у него повышается мотивация к изменениям. И вот этот небольшой опыт, если он отмечен в работе, допустим, в следующей встрече, он является каким-то таким мотивирующим для дальнейшего. Люди, которые приходят, они не действуют именно потому, что потеряли надежду. И, ну, вот тут как раз цитата скорее из Ялама, что надежда – это главный общий фактор терапии. То есть восстановление надежды у клиента, у человека, вообще является преддиктором дальнейшего вообще какого-то развития. Итак, Айдар, резюмируя прелести или преимущества этого подхода. Ну, вообще, здесь само название замечательное, в нем все сразу сказано, да, ориентированное на решение, раз. То есть на решение конкретной задачи, с которой человек пришел на конкретную сессию. Большая вероятность, что он уйдет с каким-то решением. Или две-три, да? Возможно варианты. Возможно. То есть есть такая, ну, как бы, такая статистика есть. Есть такой вариант. Возможность есть. Да. Второе. Краткосрочность мы имеем в виду, да, вот я сказала, то есть идет с конкретным решением. Подход максимально позитивно сформулированный, да, заряженный на то, что если здесь не можем искать, пойдем другим. В любом случае будем помогать решать какую-то проблему. И это будет деловой подход, не касающийся никаких глубин. Вот еще один вопрос остался. Нет ли опасности, что после какого-то времени человек, решая конкретные вопросы, все-таки будет падать вот в эти свои какие-то глубины, травматические или непрожитые эмоции? Смотрите, очень хорошая штука, да, вопрос, он задан из идеи о том, что есть непроработанные вещи, и это как раз-таки такая линза именно долгосрочной терапии, да, что есть какие-то вещи, которые надо прорабатывать, если они непроработаны, они под том... Ну, то есть если мы работаем только с симптомом, мы убираем как бы только симптом, а он потом выстрелит где-то. И да, и нет. Праздные подходы. Потому что даже специалисты, которые работают именно в таких подходах, они говорят то, что если вы проработали, допустим, какую-то одну ситуацию с мамой, это не значит, что вы решили с мамой, что она и вас не выстрелит в следующий раз в другом месте. Как устроена эта психика, и там, пусть даже это бессознательное, мы не знаем. И то, что вытащить оттуда и проработать что-то одно, и вы решили все на свете, там, связанное, по крайней мере, с этим объектом, да, или чем-то, что это не выстрелит где-то в другом месте, никто не гарантирует. Поэтому, пожалуйста, может быть, человек провалится куда-то со временем, да, но до того момента, пока он провалится, ситуация с его жизнью, она лучше. Что является в каком-то смысле слова, это тоже мое частное мнение, что пока он решает положительно вот эти вот жизненные проблемы, у него и не будет уже, ну, как бы, желания проваливаться, здесь будет хорошо держать. Ну, никто не застрахован от того, что он куда-то провалится. И человек, потративший, там, десятилетие на психотерапию, и человек, который, там, после двух-трех сессий, там, решил свою какую-то насущную, сейчас стоящую конкретно проблему, гарантий нет. Никто не гарантирует. Да, и еще раз подчеркну, что, тем не менее, как бы хороша и коротка, и позитивно заряжена не была терапия, все-таки всегда речь идет о том, о чем вы говорили, о действии, о том, что клиент должен что-то для этого делать. Под лежачками вода не течет в любом случае. Хорошо. Спасибо вам большое. Я думаю, что вот это вот базовое понимание о том, что из себя представляет этот метод, да, как он работает, мы, наверное, все-таки создали, да. Мы акцентировали внимание на каких-то положительных позициях по сравнению с традиционной психотерапией. Я думаю, что у людей, которые, у зрителей, которые будут смотреть эту программу и имеющих необходимость решить какую-то конкретную проблему быстро, вот этот вариант отзовется. Хорошо. Айдар, у нас новая передача, и к тому же Новый год. В общем, у меня для вас небольшой сюрприз. Я же учусь на арт-подходе, и я вам предлагаю метафорическую карту. У вас есть какой-то ресурсная колода? Есть какой-то план на ближайшие там желания или план на ближайшее время? Что-то есть в голове такое? На что нужен ресурс в ближайшее время? Да, есть. Берите карту. Можете ее не показывать. Можете так себе посмотреть. Ну, очень красиво. Отдевается? Да. Очень хорошо. Я рада, что вас порадовало этим. И я точно знаю, что это сработает. Спасибо. Спасибо вам еще раз большое за встречу, за интервью. Итак, дорогие зрители, вы теперь знаете еще об одном подходе, который называется ориентированное на решение краткосрочная терапия. И у нас в городе есть специалисты по этому направлению. Спасибо вам большое за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok